Да, пока западные кураторы увлекались провокациями на территории Беларуси через подконтрольные им телеграм-каналы, не заметили собственных проблем. Протесты в Польше идут по нарастающей, и теперь у движения есть лидеры, требующие отставки польского правительства. Мария Петрашко расставит акценты. Всем привет, я Мария Петрашко, агентство теленовостей. Перекрытой дороги, десятки тысяч протестующих почти в 150 городах страны. Ожесточенные столкновения с полицией, щедрый наперцовый газ и светозвуковые шашки. Картина «Пусти путила в огород». Октябрь с революционным привкусом выдался в Польше. Это был мирный протест, честно говоря, это был не протест, а проявление наших взглядов. Белорусы не сплясали под дудку Дуды или других зарубежных кураторов. И после провала цветной революции в нашей стране, в Польше, судя по всему, решили на себе проверить методички протестов. Пожелаем соседям удачи, хоть в этом. И первые успехи уже есть. Итак, знакомая и уже надоевшая белорусам картина «Блокировка дорог» удачно прошла в 50 городах Польской республики. Там около часа не могли проехать ни личное авто, ни общественный транспорт. Или вот поход демонстрантов к храму и даже в сам костел. Тоже знакомая история, но куда ярче запомнились проявления творческих способностей демонстрантов. Всевозможные протестные граффити и надписи, креативные лозунги вроде «Хотелось бы сделать аборт правительству». Но если уж совсем по методичке, то там обычно встречаются надписи с призывами к отставке правительства. Например, надпись «Дуда, уходи» на тротуаре перед президентским дворцом в Варшаве. Мы хотим бороться за свои права. Нельзя отнимать наши права. Мы живем в 21 веке, в центре Европы. Это недопустимо. Мы должны бороться. Локация протестной тусовки тоже рекомендована кураторами. Все у президентского дворца. Терпения варшавских силовиков хватило ненадолго и десятки митингующих были спущены с дворцовых небес на грешную землю в изолятор. К слову, о задержаниях с щедростью польской полиции на спецсредства вроде перцового газа и свето-звуковых шашек шокированы во всем мире. А Совет Европы, так яро осуждающий действия белорусских силовиков, осудил действия польских еще жестче. Совет Европы жестко осудил польскую полицию. Комитет по предупреждению пыток Совета Европы, занимающийся правами человека, опубликовал отчет, в котором критикуют работу польской полиции. Документ является результатом необъявленных проверок в центрах содержания под стражей и следственных изоляторах. Впрочем, куда интереснее реакция премьер-министра Польши Матеуша Моровецкого. Протесты в Беларуси он называл жаждой свободы. Но то же самое в Польше оказывается вандализм. Двойные стандарты по-польски, как они есть. То, что происходит в публичном пространстве, эти акты агрессии и варварства, вандализма абсолютно недопустимо. Потому что это вызывает эскалацию, которая может привести к чему-то очень плохому в нашем обществе. У польских нянек национального лидера по найму для белорусов собственный протест оказался без глазу. В Варшаве образовалось свое триограции. И те же жесты, и текст из той же методички требуют отставки правительства и создания координационного совета. Якобы как в Беларуси. Как в Беларуси? Как в Беларуси. Порой кажется, что в соседней Польше проходит конкурс «Попади на обложку Шарли Эбдо». Еще больше удивительных новостей и международной повестки в нашем телеграм-канале АТН Ньюз.